Вооружившись лопатами, молодогвардейцы во главе с министром труда и социального развития КЧР Русланом Шаковым приступают к посадке деревьев. Облагороженная ими территория станет последним штрихом в завершении строительства дома-интерната для престарелых. Депутаты парламента от партии «Единая Россия» обратились к нам с предложением принять участие в благоустройстве и озеленении территорий нового корпуса дома-интерната для инвалидов и престарелых. Мы с удовольствием поддержали эту инициативу, потому что для нас принципиально важно создать нормальное, комфортное, приближенное к домашним условиям условия для наших жильцов. Акция «Сохрани лес» проходит в рамках партийного проекта «Единой России». В ней приняли участие все города и районы нашей республики. Она должна привлечь внимание к проблемам сохранения, восстановления и приумножения лесных богатств России. Сегодня мы видим, что в этой акции принимают участие и наши молодогвардейцы. То есть для молодежи это тоже очень такой хороший показатель для того, что надо не только беречь лес, но и принимать участие в том, чтобы сажать деревья. Особенно знаменательно то место, где мы сегодня находимся. Очень серьезный, очень важный объект, который скоро, в скором времени будет введен в эксплуатацию. Мы решили таким жестом тоже внести свой вклад в инфраструктуру этого очень важного объекта. Ещё одна площадка акции – парк РТИ в Черкесске, где в тот же день появилась липовая аллея из 45 саженцев. Её тоже сажали всем миром – школьники, юноармейцы, члены регионального правительства и мэр Черкеска, который, вооружившись лопатой, одним из самых первых высадил дерево. Видимо, сказывается опыт, ведь в подобных акциях Алексей Баскаев участвует далеко не в первый раз. Мы недавно начали очередной этап реконструкции парка, и некоторые деревья, особенно аварийные, были вырублены, и жители района обращались к нам о том, чтобы произвести высадку. И вот сегодня мы начали высадку этих деревьев, и я вам скажу так, что в парке будет высадано более 300 новых саженцев. Вот такое хорошее мероприятие называется «Сохраним лес». А вот для Миши Ткаченко это первое высаженное в его жизни дерево. Поэтому школьник немного переживает. Но старшие наставники заверили, что его саженец обязательно примется. Деревья сами по себе дают красоту, дают кислород. Если мы вместе трудимся, они нас сплощают. И в жизни деревья очень важны. Всего по России в рамках этой акции уже высажено порядка двух миллионов деревьев. Только в Карачаево-Черкесии лесовосстановительные работы были проведены на территории в 150 гектаров. В этом году цель участника – высадить рекордные 70 миллионов саженцев. Гульмира Лайпанова, Дарья Назарова, Олег Молхожев, Назир Капышев, Архыз 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова